Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе, всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку, совершенный Христов возраст по его образу, его учение оставлено в Евангелии. Мои дорогие, сердцу милые, сегодня продолжаем очередное видео, подсказка ютуберу, блогеру, христианскому проповеднику или христианину, имеющему свой канал на ютубе, или желающему заиметь, да, вот. Сегодня мы познакомимся, как я обещал, с очередной программой, в прошлом ролике, кто не смотрел, кому интересно, посмотрите, речь шла о программе Ауда Сити, запись звука, запись, запись голоса, монтаж, редакция его, а сегодня мы познакомимся с одной из двух программ, о которых я буду говорить. Сегодня мы будем, буду показывать вам, как работать в программе, которая называется Камтазия. Камтазия Студио. Я работаю в девятой версии, вот, других я, там уже есть новые давно, где ее взять, я вам говорить не буду, вы и сами ее найдете, где хотите. Вроде бы есть вот тоже свободная лицензия в девятой версии. Как я уже сказал, я не претендую на, как в прошлых роликах я говорил, я не претендую на какую-то всеобъемлющую информацию, просто хочется поделиться тем, чем я пользуюсь, что мне открыто, что я исследовал, и так, в общем формате, в принципе, я буду показывать то, чем я занимаюсь. Вот, а каждый уже дальше может сам исследовать. Я говорю, я не претендую на никакой обзор последовательный, даже правильный, это не моя специфика, правильно? Я просто от сердца с сердца хочу вот рассказать, что я понимаю. То есть, всегда на помощь Google, как говорят это, или Яндекс, YouTube, кому что удобнее, пожалуйста, да? То есть, забиваем работу в Камтазия Studio 9, жмем на поисковик, и все, нам вон полно, им полно вылезет роликов, как работать и что делать. Но, я, естественно, познакомлюсь с тем, что я знаю, что я понимаю, что я в ней делал. Сколько смогу, что покажу, делюсь с вами экраном. Вот так она выглядит. Она достаточно простая, я бы сказал. Но в ней есть одна вещь, которую я подчеркну, ее уникальность. Это именно визуализация или рендеринг, вы услышите такое слово, если будете этим заниматься, или визуализация по-русски. То есть, ну, по сути, уже монтаж. То есть, превращение вашего этого файла, то, что вы наделаете, в конечный результат какой-то, да? И вот этот вот, этот вот конечный результат, именно эта программа очень хорошо делает. Она сжимает ролики с минимальными потерями, такими, что глаза практически не видно. То есть, ну, вот ее конек, один из ее коньков, очень известных, это вот именно визуализация. То есть, именно рендеринг, именно того, что можно ролики на выходе получать хорошего качества с минимальным объемом из вашего файла. Это, я считаю, одно из самых важных вещей. Вот. Сегодня мы еще об этом поговорим в конце, когда мы будем сохранять вот именно ролик, то, что мы понаделаем. И я об этом еще более подробно поговорю. Ну, открывается программа всегда чисто, да? Можно открывать, естественно, сохраненные проекты, вот открыть проект, и я могу выбрать те, которые у меня сохранены. Какие-то шаблоны вам всем рекомендую всегда обязательно сохранять то, что вы делаете, или шаблоны уже какие-то готовые, что потом по сто раз вы же не будете, уже подставляете. Я, в принципе, сегодня продемонстрирую, как пользоваться шаблоном. Ну, и тот файл, с которым вы работаете, как вы только начинаете с ним работать, надо сразу его обязательно сохранять. Так, давайте мы тогда, вот, допустим, давайте мы с вами попробуем вот Евангелие от Марка, как мы хотели. Ну, добавить файл можно, как всегда, двумя методами. Либо вот здесь, прям всегда на первой странице, вот данные есть, есть импорт мультимедиа, ну, или файл импорт мультимедиа, где-то вот, где-то тут есть, да. Можно или так выбирать, вы всегда знаете, да. Ну, я чаще даже вот так хватаюсь и перетаскиваю в ту программу, куда мне надо. Бросить его можно либо вот сюда, в данные, либо прям сразу на дорожку, как угодно. Вот, это не важно, он загрузится. Вот этот файл. Вот у нас первая глава Евангелия от Марка. Мы ее сюда бросили. Она начинает построение, как вы видите, аудиофайла. Вон она бежит, 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 бежит. И что-то она такое бывает, не добежала до конца. Но это не суть важна. Можем еще раз ее удалить, еще раз бросить. Лаги всякие бывают везде. Вот, теперь она вообще что-то без этих. Так, давайте еще раз попробуем сразу на дорожку бросить. Вот, мне хотелось бы, чтобы были пики-то. Ну вот, лучше хоть так оставлял. Так, отмена, 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 отмена. И не хочет ты ничего делать. Ну-ка, второй попробуем бросить сейчас. Так, не хочет она нам строить файл. Давайте что-нибудь другое что-ли возьмем. Так, апостол, деяния попробуем взять. Тоже не хочет. Ну, плохо, что я могу сказать-то. Чего ты вдруг заглючил? Давай-ка мы тебе закроем. Так, ну, конечно, сейчас у меня самого работает. Конечно, для программ видеомонтажа нужны мощные компьютеры. Сейчас я пишу и так, еще и программу видео открываю. Компьютер у меня, так скажем, совсем средненький. чего-то вон она еще и зависла, задумалась. Кошмар. Так, сейчас мы тебя попробуем снести. Вот. Что-то у меня загрузился просто, вообще, по полной программе. Так, пробуем, еще раз запускаем. Ну, вот, как она выглядит, когда запускаешь так. новый проект. Она там спрашивает, либо текущий какой-то загрузить, либо новый. Вот, она открылась. Давайте попробуем еще раз закинуть ролик аудиофайл с деяниями. Вот, пошло построение пиков. Все, вот мы видим, да, у нас 4 минутки. Вот наш аудиофайл. Можем мы тут регулировать дорожки. Вот у нас общий экран, на котором все показывается, да, большой. Его можно тут регулировать, как он будет показываться. Вот эти границы, это границы вашего экрана 16 на 9. Вокруг это серое пространство. Ну, сейчас мы увидим по картинке. Здесь мы проигрываем. Аудиокнига представлена благотворительно. Вот мы как ползуночком двигаем, можем мы, как я, буковка S английская, кто знает, на клавиатуре это отрезать. Видите, она порезала файл. Вставку мы сразу отрежем, а то вдруг она авторскими правами защищена. И вот мы можем прослушать. Святым духом повеления апостолом, которых он избрал, которым и явил себя. Все, вот наш файл. Звук у него на 100%, вот эта линия звука зелененькая. Помните, то, что мы с вами в прошлом ролике рассматривали, то есть мы можем записать и сюда этот файл забросить. Ну, что нам еще нужно? Нужна картинка. Давайте выберем что-нибудь апостолы, допустим. Я отсюда прям беру, захватываю, ну, как я вам сказал, можно вот сюда, сейчас я покажу, она автоматически бросается вот на трек номер 2. Можно вот через этот плюсик добавлять импорт мультимедиа файлов, он откроет, и там можете по каталогу добавлять, ну, я обычно захватываю вот она картиночка наша, мы ее можем растягивать как угодно, но видеофайлы так нельзя растягивать, а картинку можно, то есть на протяжении всего трека, на всем протяжении дорожки она будет, так, это мы чуть-чуть прибавляем, это вернее увеличит картинку сейчас вот 75%, так, сделано это было неправильно, сейчас я кое-что вам покажу, так, ну-ка, все назад, все назад, файл открылся, вот давайте мы возьмем все-таки какую-нибудь, сейчас сначала картинку, так, давайте что-нибудь возьмем, вот мое, закинем сюда, чтобы у нас, по идее, надо выбирать какого размера будет проект, кто знает, да, вот у нас сейчас зафиксируется 16 на 9, либо это надо заново задавать, и вот допустим, мы закидываем картиночку, где стороны не в 16 на 9, вот она, видите, как добавляется, проект, конечно, кто знает, есть размеры сейчас у всех мониторов, всех файлов, это 16 на 9, вот размер стороны, поэтому, когда я закинул эту картинку, она поменяла сразу размер проекта, этого делать не надо, надо либо картинки сразу добавлять 16 на 9, либо, когда ты файл создаешь проект, надо указать его свойства, где-то там, либо сразу, когда ты создаешь, либо вот сейчас можно было зафиксировать, я уж не помню, но у меня есть шаблоны, либо я обычно первую картинку добавляю, вот 16 на 9, таких полно, ну, 16 на 9 это общее соотношение сторон, а соответственно, они разного бывают разрешения, там 720 точек на 1280, 1080 на 1920, то есть HD, такой формат, Full HD, вот мы допустим добавили картинку, ее вот можно растянуть на весь трек, пока уберем, вот, она будет от начала до конца сопровождать всю нашу запись, он вознес, у нас будет эта картинка на экране, когда мы все это свизуализируем, у нас будет видеофайл с картинкой, но мы видим, естественно, она меньшего размера, что мы делаем с углами, мы можем подтягивать, тут очень хорошая система привязок, там ее можно, конечно, отключать, по-разному ставить, вот как я вам показывал, да, то есть, есть размеры экрана 16 на 9, картинка мы видим нестандартная, она либо больше, либо меньше, то есть, соответственно, что вы с ней можете сделать, вы можете растянуть вот так, вы можете еще больше растянуть, видите, какую-то часть, все, что в видимой области, вот в цветной, это потом будет на экране, все, что выходит за грани, этого при потом формате не будет, у вас получится вот такое, ну, вот очень красивое изображение, мы вроде и увеличили, еще что-то сделали, да, и вот мы так делаем, соответственно, все это будет видно, ну, и давайте добавим какую-нибудь другую картинку для примера сейчас, куда тут у нас, вот в темнице, Павел, все, мы тоже сюда добавляем, вот так делаем, и вот мы сейчас, эти вот, чтобы удобно было, можно регулировать там, что надо, особенно со звуком роута, и вот мы слышим, верными доказательствами, и вот она поменялась, вы видели, да, немножко меня будет притормаживать, я говорю, у меня пишется мой, сейчас этот файл, еще, она, кстати, тоже не влазит, картинку мы кликаем, чтобы она была активна, видите, желтый, тогда можно с ней что-то сделать, и вот ее тоже можно растянуть за края, да, она вылезет, но можно подыграть немножко, и вот будет хорошо, можно, конечно, оставлять, но какие-то черные поля или фотошопе тогда ее доделать, как-то там края растянуть, цвет прибавить, я так считаю, конечно, хотя бывает и черные, ничего, куда деваться, тем более поначалу подойдет, да, и вот мы видим, как происходит резкая смена картинки. Со многими верными доказательствами продолжения. Мы, естественно, что можем делать с этими картинками, ну, я еще покажу такой эффект, сейчас мы звук пока уберем, вот, давайте эти еще раз продублируем, куда-нибудь вот сюда их вставим, вот они у нас, то есть, конечно, мы их можем размещать и друг под другом, картинки, кто знает, да, то есть, вот, пожалуйста, они друг на друге, так, вот тут все-таки добавить, что ли, 50, вам видно, хоть чуть-чуть, что-нибудь, так вот, побольше чуть-чуть, то есть, мы опять же, мы можем, понимаете, хоть 100 картинок на одном экране размещать, эту где-нибудь вот здесь, допустим, сейчас вы понимаете, кролику тут, может, неуместно, но мы же можем вот так делать, да, вот так что-то мы можем сделать, все, у вас две картинки одновременно, и через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым, естественно, у нас есть вот, где это у нас есть-то, где у нас текст, ой, сейчас найдем, где у нас текст, где у нас текст, в примечании, есть тексты разные, их там можно менять, вот, можно вот так вот сделать, вот, кому нужен, там текст на экране, все это вот есть, здесь также на дорожке можно любой размер задавать, и все, и у вас вот это все, можно текст, что попозже появляется, и после сего, идет, идет, будете крещены Духом Святым, посему они, сойдясь, спрашивали его, говорят, с текстом можно работать, вот здесь справа его свойства, здесь можно все вот это настраивать, вертеть, крутеть, масштаб, цвет, шрифт, положение, вот это задний фон, можно либо здесь, сразу, видите, текст разный, со стрелочками, с облачками, просто текст, текст в рамки, в принципе, можно любой закинуть, потом это все можно вот здесь, видите, изменить пузыри, там под пузыри, стрелка, все это можно потом делать, а водки, с текстом сразу тоже, в принципе, все сказал, что знаю, здесь есть разные, вот смотрите, это называется примечание, здесь есть и стрелки у нас всякие, чего только нет тут но это уже кому это надо сами разбирайтесь здесь и всякие звездочки там рамочки вот такие вот знаете да помощнички хоп там ты что-то делаешь но это кто может этими занимается там всякими оп она причем как рисуется видели да она так прям идет на оп не все ли время нарисовалась квадратики кружочки еще есть там горячие клавиши типа ну такие помощники да то есть кто может какие-то делает там обучающие ролики тоже вот все это здесь есть это примечание вот у нас давайте теперь сверху пойдем то есть мы разобрались нас с левым меню разбираемся данные вот все ваши какие вы закидываете они все здесь ролики появляются вот аудиофайл павел но это мои название как я там делал павел на суде павел в узах вот моя картинка ответ на вопрос дальше идет от примечания то есть мы с вами пробежали здесь текст стрелки фигурки рамка помощники вот эти горячие клавиши я ни разу не пользовался но как все это можно вот добавлять и наверняка текст внутри менять это сто процентов вот нам все это конечно не нужно все это бросается на новую дорожку но мы можем это как угодно вы знаете сдвигать дай когда угодно добавлять дальше аудио эффекты ой эффекты переходов вот они все здесь написано исчезания плюс на них наводишь видите показывается эффект затемнение растяжение круга переворот сгиб рулон там и пошло пошло как накидываются эти переходы ну естественно вот у нас есть два кадра мы с вами только что смотрели как это было в плавном да не в плавном а просто кадр на кадр хоп если вы их отодвиньте между ними будет черное допустим казательствами продолжение 40 можно так сделать это кстати тоже можно сказать эффект переход несколько доказательствами картина продолжим вот можно вот так вот сделать но это то же самое она не прозрачна от прозрачность убирать она по сути с этой минутки просто на нее перейдет и вы обрежете ту картинку это конечно неправильно а так вот все эти переходы ну давайте вот переворот по мне переворот у меня будет глючен сейчас не увидит его потому что это слишком сильный эффект давайте вот затемнение посмотрим так хочу произошло то так чего у меня сплэйм то опять я не пойму я не понял куда я нажал то сам не понял так новый проект сохранить так давайте мы тогда как раз посмотрим как сохранять до нажимаем файл сохранить как и как мы там с вами делали на рабочий стоил вот мы сохраним 11 3 единички сохранить и закрываем целиком камтазию чуть ли код нажал он play не хочет воспроизводить вообще мне это камтазия немножко ложу на или может что-то найдете другое но ей пользуюсь иногда она бывает но сейчас я говорю еще может быть и тяжело потому что у меня самого работы тут эта программа то тоже не может быть конфликты там нагрузка может быть большая возрастать вот поэтому не обращайте внимание ведь она и закрывается как-то непонятно давай мы тебя через диспетчер принудительно она вот очень сильную дает на это вот наш файл ведь у нее такой значок камтазия вон и мы на него два раза кликаем и запускаем он запускается сейчас пустой сейчас он все туда все файлы закинет какие мы загрузили ну так как у меня еще работает эта нагрузка идет очень большая мне тоже не супер мощный компьютер то есть все загрузилась у нас деяние святых апостолов учета там просто заглючила так опять снова смотрим давайте наш переход аудиоэффекта мы берем чего затемнение мы у просто хватаем левой клавиши и ведь и двигаем к этому соединению двух картинок на них когда накладываем видите зелененькая попадает и все у них размер в секунду длительность каждой стороны перехода можно растянуть хоть он по 3 хоть по 100 секунд в каждую сторону но это бред а вот можно там три секунды сделать ну и смотрим какой эффект я не знаю увидите в реальном режиме сейчас нет пострадании своем со многими верными доказательствами продолжение ну видно просто программе очень тяжело в реальном режиме времени все это дело одно дело потом сохраненный файл как видеофайл другое дело сейчас идет чистый файл это все тяжелые файлы поэтому я вот не знал будет ли получаться или нет давайте еще раз посмотрим со многими верными ты она затемняется продолжение 40 и конечно когда мы запишем сам файл будет все это почетче побыстрее покрасивее все эти переходы вон здесь полным полно вот такие пикселизация там чё только нет можно по нему кликнуть вот вернее вот его нету как на него кликать он желтым выделяется и делить жмем и его нету можно любой другой вот наложить опять чё-то он у меня опять висит я так понимаю мне тяжело записывать с этой программы сто процентов особенно такие мощные мне не тянет он наверно компьютер даже вот 22 формата захват их раны этого сто процентов так сейчас мы файл новый правит она вот зависает потому что у меня почему она очень мощная все тоже у меня получается ну да у меня процессор видите загрузка очень повышается и начинает лагать то есть две такие программы я пишу захватом экрана это очень тяжело это очень большие нагрузки на процессоры у меня компьютер для этого не предназначен так что давайте еще не попроще сейчас мы ой когда я нажал на был тот файл открыть а тут кстати вот можно выбрать наш вот еще раз вот он ведь в последних появляется можно выбрать но и все знаете в принципе все программы приблизительно одинаково работают почему рюм не тяжело будет вам какие-то супер эффекты показывать тем более я про произвожу запись захватом экрана это вообще очень большая нагрузка вот на эту программу в частности и камтазия забирает очень много в принципе я вас познакомил вы так уже видеть чем и картинку добавили все давайте эффекта вы поняли так что пропустим до анимация там есть я никогда не пользовался вот подсветка курсор увеличение центр ну знаете на это же кто обучалки ведет то можно курсор по разному тебя будет есть запись речи это кстати очень интересно опять здесь есть все мои микрофоны помните как мы видели в ауди сити можно вот выбрать сейчас стоит мой вот этот пишу я на студийник но я вот могу выбрать этот веб камеры микрофон вот давайте запишем его посмотрим как это выглядит нажимаем запись начать и пошла поехала запись записываем в камтазия студию делаем запись на микрофон в веб-камере жмем на стоп он спрашивает куда сохранить ну и на рабочий стол сохраним и все этот файл который мы записали аудио появился у нас вот здесь этот мы можем потушить пока чтобы он звук у нас не играл вот тут всегда и знаете глазик или замочек глазик от чтобы не не активно была дорожка замок чтобы с ней ничего сделать нельзя было тронуть ее вот ну и давайте послушаем нажимаем запись начать и пошла поехала запись записываем в камтазия студию делаем запись на микрофон и веб-камере жмем на стол то есть в принципе здесь тоже можно заниматься здесь можно все это было сейчас удалить да и тут у нас мы загрузили просто файл первую главу книги я не вот вы допустим сами начитывать можно сюда начитывать да вот потом сюда же картинки сразу добавлять ну я вам не зря тот ту программу дал для тех кто хочет аудо сити потому что здесь работать с файлом будет очень тяжело с этим вот то что я вам помните кто смотрел аудо сити ролик вы когда попробуйте здесь со своим этим вот это резать там что-то это все будет такая морока это все будет так сложно вы чуть не угадали вы чуть промазали вот это да что ж ты вот у меня тут звезда ютуба есть она мне вечно не дают или погуляй на улице хорошо вот там то вы помните чуть-чуть туда можно удалять быстренько выделять сжимать сколько надо здесь вы замучаетесь просто этими вещами заниматься просто замучаетесь тяжело здесь с эффектами можно здесь и шум конечно подавить но я скажу что здесь шум подавление как-то ужасно работает вот там работает отлично здесь вот поэтому но такой эффект есть вот допустим что-то вы хотите файл в начале записать то туда-сюда можно это сделать сразу в камтазе я вам просто показывала там сами разбирайтесь устраивает вас это нет вот это уже дело все равно но кстати вы видели он его сохранил на компьютере но я на рабочий стол бросил над конечно всегда бросать куда-нибудь в определенную папку то есть у вас все равно получится файл просто понятно учеты там заходить в камтазе писать какой-то коротенький ролик может быть и нет смысла вот но и и потом когда вы визуализируете эту программу уже ой этот файл ваш какой-нибудь видео файл ну исходный сделаете ролик вы можете конечно удалить все эти файлы которые вы записывали и плюс если вы их удалите конечно потом когда вы запустите вот этот проект сохраненные у вас уже не будет этих файлов они пропадут всего их оттуда удалите допустим куда они сохранялись то есть по сути поэтому если вас что-то там много надо в аудио лучше сначала в камтазе сделать то сюда добавить это вот лично мое мнение мой опыт вот но делать это можно аудиоэффекты есть да вот она удаление шума в принципе работать с этим тоже можно но я вам по практике говорю что все это работает не очень хорошо нет вот сейчас я покажу вот файл мы с вами раздвинем это же опять качественная запись мы с вами студийную добавили да вот это вот есть удаление шума мы его просто бираем берем и кидаем на этот трек и этот эффект добавляйтесь там были шум и он его вот у меня сейчас медленно работает из-за того что идет запись вот я даже верю может мне вам и не показывать все это потому что ой точно тем более я бросил на здоровенный ролик отменить теперь опять все зависла него семьи вот ну ладно то есть вот тут справа все есть свойства с ними можно тоже поиграться как я вам так всегда показывал что-то ну да мне опять слетает камтази она очень тоже мощная и игра одновременно две у меня видите не тянет вот что-то в них показывать то есть когда она что-то делает требуются ресурсы у меня их нету таких чтобы вот уж такие вещи суперские делать одновременно видите я и программы записывает и она не способна просчитать там все эти вот ну сама по себе она будет у вас работать если у вас ну совсем там не какой-нибудь древний компьютер вот сейчас она загрузится теперь серия на больше ничего такого не буду и все эти эффекты она не способна сейчас будет показывать я вам такого общий формат проведу до уровень громкости хорошая вещь можно подтягивать если запись была слабая можно подтянуть но как минимум сначала сделать это я вам сразу здесь скажу вот есть эта линия либо за нее можно прям тянуть вот так поднимать но ведь то чтобы заверш туда не заходила это будет оглушающий опять будет рвать динамики да то есть так делать конечно не надо вот а еще проще она вот до максимум до пика подгонять то здесь сто процентов она показывает звук вот здесь есть усиление причем не путайте не вот этот уровень громкости я сейчас покажу сначала из вас запись какая-то вам кажется стихо будет там люди будут напрягаться даже на всю выкручивать у некоторого от слабой динамики вот здесь надо вот усиление поднять вот до 250 она сама почти впритык даже кажется что зашкаливает но это нормально я так свои записи делаю по крайней от который вы слышите огородные записываю вот здесь это такие методы можно сделать я по крайней рекомендую если запись особенно исходник нормальный то это хорошо но есть еще вот и уровень громкости сейчас не значит с 8 мы опять кинем не знаю сработает так ну во первых давайте с вами тогда и просто порежем вот так оставим себе маленький кусочек наделит все можно удалить вот уровень громкости ну вот она уровень громкости что это такое вот опять там я вам не стал в audacity ну лимитер я вам тогда показал но есть еще некоторые другие вещи то надо было уровень сигнала есть так нормировка сигнала вот это уровень громкости что-то типа нормировки сигнала обратите внимание что произошло с файлом то он был видите какой сейчас я приближу то есть были реальные голоса да то человек говорит неравномерно увидеть как выстроена линия до плавает 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 когда вы бросать ну видите на эффекте то написано то есть такие рывки а потом бац все ровно я в прошлом году летней проповеди кто обратит внимание я делал именно с этим эффектом честно в этом году особенно вот на этот хороший микрофон который сейчас пишу пушку роупа который я говорил в ролике о микрофонах я перестал пользоваться да когда ты вот особенно с петличкой писался в прошлом году и и когда я мотал головой особенно заметно обратить внимание но там-то не видно уже после эффекта если микрофон у тебя висит вот здесь или надо даже вешал его почему-то я тогда глупил на самом деле вешал зачем-то на одну сторону надо вешать его посерединке обязательно петличку причем желательно направленный вверх а я вешал на воротничок с одной стороны соответственно когда отворачивал голову в другую сторону звук был очень достаточно тихий потому что все таки другую сторону говоришь и вот этот эффект он все выравнивал и плюс вот именно если я могут им тоже кричать где-то возгораться где-то горит тихо а если обратите внимание звук шел прям вот ровненько и вы честно уходит опять живость вот что я не люблю даже все что не связано с жизнью мне как сначала понравилось я думаю да смотри как он подтягивает где отворачивался где тихо но живость уходит ведь эмоции у человека голоса разность эффект вот этот который ты они же тоже дают ты можешь акцентом потерп подчеркнуть важную мысль а получается такая монотонная какая-то беседа и я вот в этом году я перестал микрофон получше я приобрел вот этот роу пушку специальную такую уличную супер я доволен и мне нравится что вот именно идет вот такой вот разного фода потому что когда ты вот этот эффект набрасывает что происходит он просто все выровнял ну да потом то это подтягиваешь еще он еще и вот так я делаю я подтягивал до вверх то есть вы видели был очень низко я до их подтягивал до хороший уровень громкости если максимальный так скажем но все ровненько ровненько а я чуть последнее время в жизнь раньше был очень идеалистом таким все на был тоже ровненько чтобы вы все по уровню в огороде в доме я чё-то отлюбил это ровненько без эмоций жизнь скучно да поэтому ну когда вы наложили эффект стать вот они все здесь видите можно раскрывать их его прям здесь можно удалить снять этот эффект вот но саму громкость чуть-чуть ну как было можно поставить вот громкость повысить я вот видите опять же студийными а ну вот там запись до никакого шума нету внизу то есть чистые записи конечно тоже постобработанная запись студий на вот этот ну вот так вот нарастание затухания но эти можно пользоваться это он добавлял в начало бросать знать чтобы как постепенно но это такие все вещи как и эффекты в принципе вы накладываете можете естественно в начале тоже вот это затемнение а ну это отдельно аудио файл это где вот я вам показывал вот он он эту берем вот наша картинка вы можете не только бросать на между их не связь но естественно начало вот сюда ведь я бросил чтобы ролик начинался постепенно то есть вы аудио можете бросить эффект нарастание и вот затухание тоже растянуть вот так вот вот и вас вот так начинается файл деяние святых апостолов тут не особо видно потому что мы это надо тогда вот обрезать чуть-чуть чтобы эффект увидеть вот так вот подрежем и сначала чтобы это увидеть и вот так вот мы сделаем да а теперь край там не подрежь ну ладно но смысл и они святых апостолов но бы сейчас на разглова первое ну и появление такое медленное то есть это все вот можно здесь делать но скорость клипа ускорение ты я никогда не применял в моем случае по крайней мере никогда не надо было визуальные эффекты можно тень придать вот если мы вот сюда с вами обратимся к этим но здесь надо я чуть даже не знаю как белый фонд лишь или не помню сделать у проекта вот но мы давайте знаете как сделаем тогда ну поняли в общем если мы тень кинем сюда и и картинка на картинке она стене устанет но давайте вот так мы сделаем это поменьше а павла побольше так эти control и мы уберемся это все нам не надо чем у вас больше файлов на дорожке тем тяжелее конечно компьютеру тем все это будет файл тяжелее вот но тень мы допустим бросаем на так надо убрать вон она там тень и и тут тоже можно смещение он ведь она там смещается непрозрачность вон она и размытие чуть-чуть добавим ну и смещение вот я вам показывал она тень от него бегает да то есть можно с тенью какие-то что-то надо там выделить вот так это будет выглядеть есть рамка опять же сюда можно набросить вон она была ее тоже можно так где рамка то куда я делал вот рамка у нее есть толщина вон она вот эти как можно толстую сделать какую рамку так можно там раскрасить настройка цвета тоже горячая . скорость скрип и удалить цвет но такие небольшие эффекты интенсивные субтитры и есть вот ну в принципе все есть вот запись с экрана вот запись такая красный кружочек то чем я сейчас занимаюсь только я делаю эту запись вот посредством программы open broadcaster studio о которой я буду говорить в следующем ролике но есть и в камтазе кому интересно пожалуйста я сейчас говорить ничего почти не буду вот она включилась вы видите да то есть у нее есть вот такая рабочая она хватается нет ну вот вы тут выдавые даже не ведь сейчас я вам покажу попробую так вот сейчас вы должны видеть вот она панель тут можно от full screen или кастом full screen здесь все будет писать полный экран кастом значит вот видите область какая выделена я могу двигать я и могу играться с ней вот так то есть записываться будет только вот это вот часть вот выделены зелененьким крестиком вы можете что-то с интернета записывать эти конкретную область вы можете записать вот так настроить и записывать людям говорит что-то записываться будет только вот это можно камеру веб-камеру добавить но сейчас я не буду добавлять она рабочая хотя у есть еще в моноблоке микрофон опять выбрать и все вы жмете на рек сейчас я жать не буду опять все слетит и идет запись причем вот захвачена власти можете нажать на full screen все будет от рамки до рамки записываться удобно вот это full но это везде есть вот эти рамки вот вы там будете очень маленьким вот если здесь я себя ведь я могу вообще здесь себя спокойно регулировать вот я мог прям в живом режиме тело срастет там такого нету там вообще вы будете там где-то вот такой в стандарте стоит я делал один раз и все и никак это не изменить ничего весь основной экран пишется все конечно вот эта программа в которой я делаю вот эти записи меня об с бесплатная тоже абсолютно доступная всем поэтому в bs и конечно это все делать тоже можно но я можно сделать запись тут же чем хорошо любое разложение файла когда вы файл какой-то готов вот исходник как мы в прошлом ролике говорили аудио файл что видеофайл вы вносите в какую-то программу вы уже его ломаете исходник всегда лучше всего на то он исходник любые с ним потом манипуляции в принципе ухудшать его даже казалось бы вы будете стараться все оставить одно и то же и на выходе это на тоже всегда помнить вот то есть принципе мы здесь обо всем поговорили да ну давайте чего-нибудь все таки слепим да ну файл то я не хочу большой так сейчас вот данные отсюда мы его просто еще раз удалим еще раз сюда сбросим сделаем вот сколько ты да нет это многому минутку сделаем ну вот это обрежем начала ну и вот возьмем чуть-чуть минуточку вот ну и вот чем этот картиночки мы вот так сделаем 3 в принципе мне кажется я минимум для панкастов сказал дальше там вы сами смотрите но это как и было вот так мы оставим все на так у нас было мы вот так вот сделаем павлу как будто он пишет о своих воспоминаниях до получилось нет эффект вот так вот все здесь мы так мы уменьшим сюда бросим сюда давайте какой-нибудь вот поворот мне нравится страница на страницу ну и здесь все все игры это можно вот все делать там всеми этими сюда исчезания добавим ну и все вот сюда бросим чтобы может быть услышали аудио эффект нарастания вот мы вот так сильно затушим начала вот досюда вот у нас получился мы у конечно же здесь можем весь просмотреть деяние святых апостолов глава 1 первую книгу написал я к тебе феофил о всем что иисус сделал и чему учил от начала до того дня который он вознесся дав святым духом повеление апостолом которых он избрал которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами продолжение сорока дней являясь им и говори ну все да что мы делаем как сейчас очень важный момент ради чего даже я все это пишу вот у нас справа в верхнем углу есть поделиться мы ее жмем здесь есть локальный файл скринкаст видео вами виме а вот это youtube google drive там а пиксель настройки формы мы нажимаем на локальный файл если вы сразу сделали файл full hd то есть 1080 на 1920 он вам их покажет если нет вам надо будет выбрать ну вот я рекомендую либо сразу забрасывать картинку или иметь как шаблонную вот эту 1980 какой-то забросили как я вот свое ответ на вопросы либо вам проект сразу настроить 1080 там это можно его сохранить как шаблон потом это же все время его открывать что мы здесь можно все это выбрать разные вещи да какие-то проекты ну если мы можем оставить все по особенные для подкаста что мы делаем во первых нужен ли нам этот full hd мы жмем далее он нам предлагает выбрать разные форматы я предлагаю всегда оставлять конечно же классические рекомендую mp4 жмем далее у нас появляются новые с новыми вкладочками новый выбор на 1 на контроллере все оставляем с размером сейчас мы поговорим параметры видео в автомате стоит обычно 60 процентов это и так супер можно делать 50 количество ключевых кадров в 5 стоит на автомате это хорошо частота кадров вы можете выбрать 30 можете оставить авто профиль там это зависит от того как у вас по компьютер вы можете high поставить максимальный и уровень авто параметры звука точно так же как я вам говорил и в аудо сити 96 килобитс секунды этого достаточно ну и последний параметр вообще не нужны там эти субтитры там все затемненные что касается размеров тут надо самим думать какой вас ролик какие нужны вам объемы вообще для чего вам этот ролик вот в принципе то обратите внимание вот сейчас на картинку до такой картинки достаточно вот мне увидеть прямо как сейчас на экране вот у меня экран full hd 1080 по высоте точек на 1920 соответственно если я вижу вот это это в принципе вообще 360 такие форматы были лет десять назад но я же вижу все хорошо но сейчас то у меня маленький на экране я живу могу потом когда файл сохраню растянуть конечно будет в таких квадратах но я не буду растягивать я каким сохраню файл таким и открою вот если смысл делать из какой-то картинки с вас вот такой вот простой подкаст там супер full hd ведь если это будет большая запись он будет большого объема если у вас плохой компьютер он будет долго это визуализировать если вас плохой интернет вас будет все это долго закачивать если у вас немного денег у вас нету дополнительных внешних накопителей такие как жесткие диски где хранить всю информацию где вы будете брать чтобы если вы допустим захотите все это сохранять потому что мало ли там и канал пропал там регистрацию потеряли новый какой сервис появился конкурент youtube и да вы захотите заново перезалить где вы эти ролики вы допустим хотите сохранять для этого нужно место вот поэтому если в этом во всем смысл если в этом смысла нету я рекомендую вот эту высоту не full hd конечно писать какой бы вы не делали проект какой бы шаблон не был если это ничего суперского такие картин которые вот так вот видно вот на такого смартфоне их и так будет хорошо видно люди половина смотрят сейчас на планшетник на смартфору оставить древний древний формат 360 на 640 тут стоит сохранить пропорции жмем далее далее здесь вы можете поменять название ну то есть мы видели с вами дату с этой параметры мы все пробежались и жмем далее пропускаем тут ничего интересного нам не надо ничего ставить некие галочки жмем далее здесь мы можем выбрать куда сохранять и название проекта ну назовем его опять 5 единичек вот так он сохранить у меня в d в видео можно поменять вот на папочку нажать куда вы хотите выбрать сразу чтобы потом не искать этот файл куда вам нужно сохранение и жмем готова и началась визуализация вот заметьте у меня минутный файл минутный файл я выставил 360 вот эту высоту 360 точек и вы посмотрите он всего три процента сделал но сейчас у меня идет запись программы я вижу мне перегрузки идут конечно уж у меня не такой самый плохой компьютер вот этот процесс я вижу как месяц вообще перегрузки начались потому что вот этот процесс визуализации он очень тяжелый и за и вообще объем файла еще будет зависит от того что там на экране если это статичная картинка раз сто лет меняется файл будет максимальным легким если там все время взрывы эффекты компьютерная графика текст текст очень тяжело кажется ой да че там текст добавил один то второе сверху еще что-то меняется это очень тяжело программе передел и от этого очень большой файл получается в концовке имеет значение проповедник вот как я у меня есть гуляю я там помните файла достаточно тяжелый получается качество и другое дело вот тут говорящая голова сидит порой даже не шевелится минутный файл с разрешением просто десятилетней данности 360 на 640 ну конечно при рабочей программе сейчас поэтому тоже процесс очень медленно идет 10 процентов всего я даже не знаю если смысл мы с вами дойдем до совершенства то я что-то уж куда вроде казалось меньше конечно минутный файл у меня вы быстро сделать достаточно поэтому не уж это я даже сам никогда не экспериментировал не ожидал что так будет минутный файл с такими характеристиками какие я сделал бы у меня сейчас за минуту может быть и пробежался бы был бы уже свизуализировано так как идет запись с экрана причем это тоже одна из тяжелых записи именно когда с экрана записывается вот в этой программе которую вы даже сейчас на экране видите вот у меня начались торможения видите в этой программе то что тоже берет это все чем торможение когда я начинаю двигаться все это уже тяжело этой программе сейчас обработать хотя только что вы на меня смотрели я нормально двигался вот такие вот вещи поэтому хороший конечно проект где там видео хорошее допустим вы же не просто так снимали видео хорошего потом из нее плохой файл сделать конечный исходник сейчас я вам еще все-таки покажу как я делаю уже 50 минут но я вот там видите побежали были быстро процент во первых конечно просто программа ролик проживала немножко и видимо я легче стало да ну или там-то свои конечно процессы нам их не понять что там происходит но я хотел вам показать и я хотел вас просто научить не делайте никогда супер огроменных файлов особенно сейчас кто начнет с подкастов этих они вам не нужны какие-нибудь двигающиеся кадры это тоже все ни к чему если честно кому это все нужно кто там будет смотреть на это вечно там я не знаю какой колыхающийся лес вы только сделаете огромного объема файл никому не нужно если честно он и у вас неизвестно где будет храниться и загружаться он стать на ю тубе будет хуже для пользователей вот на d вот у меня видео вот вы видите вот он 5 единичек видите пока в нем ничего нету уже сформировалась там картинка он формирует папку вот d видео 35 единичек у меня и в этой папке потом он формирует дополнительные файлы какие нужны вам нужен только вот этот вот видеофайл вот он 6 минут 30 до 6 минут что-то я там значит это а куда я смотрел то ну ладно и размер вот всего небольшой 6 мегабайт это вообще ерунда 7 мегабайт почти вот на экране в камтазе появляется вот такая вот табличка он сразу выдает вот 664 6 минут до чуть я куда я смотрел то я понял я пойду куда побежал там мы здесь просто готова жмем и все это я пой вот видите вот эта картинка видите картиночка сейчас которую я добавил я забыл что она у меня осталась она у меня осталась на 6 минуте и я ее не удалил и файл камтазе единственно честно не знаю даже как делать может и можно я не пойму как записать выделенную область вот знаете во всех программах можно вроде бы вот так выделить и она должна записать но если честно она так почему-то не записывать либо я что-то туплю она записывает все что есть на всех дорожках поэтому связь что-то осталось не забывайте это удалить вот если бы я вот эту удалил она бы реально записала ой не то удалил это надо снять выделение вот эту надо удалить и теперь бы она записала минуту очень быстро и на поэтому видели побегла и сказал где-то пустота побежали быстро потому что видите как ей было удобно и быстро пережевывать 50 процентов где-то с 30 как быстро побежал тоже нечего записывать черный экран мы сейчас его кстати увидим и увидим последнюю картинку я вам сейчас все это продемонстрирует давайте посмотрим вот вам нужен только этот файл вы можете взять и куда угодно вам вот мы видео бросим чтобы выделить а эту папку всю со всеми потрохами какие там есть вы можете удалить она вам не нужно он там свои какие-то внутренние файлы формирует все а вот он у вас один файл вот вы можете назвать первый проект ну и вот я его запущу вы видите как он открывается он открылся маленьким окошком и то есть разрешение у меня вот как я вам говорил у меня экран 1080 точек 360 это в три раза меньше он открылся у меня на треть экрана деяние святых апостолов глава 1 первую книгу написал я к тебе феофил о всем что иисус сделал и чему учил от начала до того дня работает все видно все нормально да мы его раскроем на весь качество ухудшается это однозначно четкость картинки мы раскрываем пострадание качество конечно на многими верными доказательствами продолжение 40 посмотрите какое ужасное качество где павел стоит на синодрионе да посмотрите маленькую как четко да и посмотрите когда увеличивается да потому что мы сохранили ее в 360 если бы сохранили в 1080 то как мы здесь видим четкую картинку мы бы раскрыли здесь бы была хорошая четкая картинка но стоит ли овчинка выделки вот это вопрос от отца ну и вот все и вот бить и пошла черная запись а ну откуда 6 минут если минуты я же помню же глаза своим верю что я оставил минут аудиозапись и вот последняя картинка видите она ее до записала она кстати тоже у меня в 1080 а видите когда раздвигает смотри какие буквы у меня же там хорошая картинка я вот вам ее сейчас открою чтобы вы понимали да вот ответы на вопросы что плохая смотреть какое качество да качество то хорошее и смотрите какой здесь то есть вот все буквы все ну сама-то картинка там тоже у меня не не супер я там не супер качество этого он обрезал все но посмотреть как буквы все ровненькие конечно и а я что дает картинку забросил когда ты сохраняешь вместо 1080 тут картинку с храм в 1080 она кстати открывается в хроме видите этого сразу масштаба ну там с черными полосами потому что есть рамки просто так-то на 1080 но и так как я его формате сохранил в 360 видите уже все буквы кривые все вот то есть вот смысл но опять же посмотрите маленькую разницы вообще никакой не она просто маленькая но качество что 366 1080 если каждая соответствует своему масштабу в какой записанную она соответствует а что-то что-то нельзя прочитать не видно вот я хотел этому научить как бы показать кто не знает вот он у вас файл готовый в общем то и все я вам просто могу для примера то что хотел показать еще вот открыть проект и я вам покажу свои проекты так и стали плаф вот я захожу допустим сохраненные шаблон проповеди вот которая сейчас пишу сейчас камтазии ну как раз еще пять минут и все вот мой шаблон проповеди то есть у меня уже все готово вот я у меня есть заставочка вы помните видите но там она меняется логотип вот он у вас на экране все идет это растянута там на 50 минут но и сколько угодно можно играть потом я подгоняю сейчас вы не видите наверное за моей за моей я сейчас вам вот так вот себя сдвину тут ведь я могу себя куда ходишь сдвигать вот ведь я до конца прокручу до 50 минут и вот все мои эти штучки тоже добавляются лайки помнить как я там делаю вы же видите все это вот последнюю заставку добавил что я делаю я открываю я допустим записал на этот смартфон да вот возьмем шезлонг я уберу и сюда бросаю на дорожку он там он делает пики эти звуковую дорожку устроит я говорю я сейчас перестал выравнивать то есть видите какая запись до звука она играет я где-то погромче скал где-то потише я перестал пользоваться вот этим эффектом громкости но я подтягиваю звук я беру вот тут на звук вы сейчас не видите опять я это мешаюсь вот так вот вот тут в правом верхнем углу если бы это либо и я вот могу усилить хоп я дотягиваю я прям на 250 процентов на максимум выкручиваю и отлично получается вот на второй пенек ставишь это слишком высоко вот на эту пушку очень хороший тоже чистый звук я забыл сказать а ну там и нечего было сказать когда у вас вы какой-то файл допустим скинули с видео со смартфона его можно разделить вот правой клавишей мыши кликаете по треку и разделить аудио и видео и у вас видео и аудио становится отдельно сейчас я на уже не буду говорить зачем-то но вы когда-нибудь поймете вам пригодится то есть вы можете отдельно работать с видео дорожкой и отдельно теперь со звуком сейчас вы можете не совсем поймете вам подсказывать что такое есть а когда вам это понадобится вспомните сами поймете для чего это и вот как я монтирую да я вот допру чего порт как я приветствие делаю ставлю где мне надо на дорожку хоп разрезал хоп сюда пододвинул естественно верхние загораживают нижние да это во всех программах вы знаете закрываю замочком чтобы они не двигались по своему файлу там здесь желтики выделили и я двигаю как хочу и кстати там я вам не стал показывать да можно кто знает кнопочкой alt когда ты нажимаешь видите становится синяя рамка у вашего файла и вы в принципе можете вот так вот обрезать любой проект вот видите его режу как хочу сейчас мы этот вообще выключим чтобы он нам не мешался то есть я свой проект я могу края двигать как хочу это прям обрезка как фотошопе фотографии только здесь вы видеофайл можете так резать поняли я сейчас задержу зажатым кнопку alt на клавиатуре и тогда вот мышкой хватает за края я могу подрезать как мне надо что мне надо и куда угодно вставлять поняли да вот это очень интересная классная штука когда-нибудь вы поймете если она вам нужно будет вот все но здесь я этого не делаю можно и просто давайте вот так покажу часто она у меня внизу стоит я могу просто взять вот так и файл пододвинуть за ней мне этого достаточно но мог бы сделать допустим и по-другому я могу наверх переместить видите и уже этот файл у меня сверху а тот допустим снизу заставка моя могу на alt нажать вот так вот сделать я же закрываю этот но я могу сдавить его и сюда поместить как мне надо то есть и так и так можно сделать поняли да вот это уж как там есть вещи ну это уж каждый потом поймет почему кто так делает почему я здесь в данный момент вниз помещаю так проще и быстрее все потом здесь помните переход у меня и мальчика лежу я на шезлонге он у меня логотип всегда сразу на видео точно так же я делаю все в конце все эти так тут убрал тут короткий файл из надо все это я потом беру вот так вот вот так вот берешь хватаешься и все это пододвигаешь картинка в видео файл вы так никогда не вздумайте сжимать эта картинка так сжимать тоже она неизменна это статическое изображение а видео вы начнете просто и все вот это беру выделяю вон и двигаю как мне надо хоп концу пододвинул бывает же ролики короткие вон по 10 минут видите он забыл опять на 48 минуте потому что не все здесь кстати вот это место можно регулировать вот так больше либо треков будет видно на вас картинка будет поменьше картинку я уже показывал в процентах можно уменьшать увеличивать вот видите там чтобы не забыть но я-то знаю что он там есть ну хотя можно забыть и здесь я все тоже самое делаю я беру вот так подтягиваю где там начинаю говорить я естественно прослушиваю где начинаю говорить вот и когда я начинаю там говорить ну все до свидания я вот эти все подтягиваю сюда где-то вот так вот я даже уже обычно не говорю я надо помните говорю на последнем вот этом где да я рад вы помните отчеток не делаю то это поменяет ойд по меня здесь делают то же самое в принципе вот же меня не видно вернее этот заслоняет я у здесь беру режу этот файл нижний чтобы отделить его а его уже в свою очередь беру и этот замочком делаю чтобы не двигался то что здесь замочек не поставить на вот этом вот треки ой вот на этом я пытаюсь видите за низ а он верхний тащит надо поэтому все что выше замочком надо поставить а нижний тогда будет подвигаться я вот так подвигаю вот и все ну и кто мои прошлогодние смотрел сезон до теплая там пытался тоже картинками когда что-то говорил там говорю о прощальном ужине иисуса там помните там вставлял допустим прощальный ужин все берешь закидываешь картиночку ты вот куда надо там разговариваешь надо на свой логотип лепила надо в угол это же монтировал вы помните сопровождал бывает видео текстами вы помните сопровождал там по разному все это я делаю ну в общем то и все но конечно видеофайл особенно когда ты его закинешь он как и есть тоже качество такого и сохраняем его мы уже можем вот поделиться локальный файл конечно видеофайл надо сохранять если вы записали full hd 1080 либо хотя бы вожди все это вот здесь можно менять размер видео и вот такие вот вещи ну каким еще хочу поделиться да вот в принципе тут надо либо 50 либо 60 то есть сейчас я на смартфон записываю даже там хорошим какой он вытягивает у меня качество его тема программа хороша лучший оригинал сделать помощнее я говорю а в этом в камтазии выставить на 50 процентов она его сожмет очень хорошо в 3 в 4 раза но качество останется достаточно приемлем для любого человека для такого формата будет достаточно ну что я не знаю что еще добавить в принципе я все сказал такая вот программа камтазия я считаю суперская она удобно работать не в достаточно много функций я говорю у нее уникальный код они этим славятся вот этого вот визуализации рендеринга вот она действительно записи оставить в хорошем качестве причем еще и как-то ну понятно если ты сжал оригинал то уже его ухудшило тоже запомнить но одно дело технически все это понимать а другое дело визуально воспринимать любой человек классический со стационарным восприятием мира с обыкновенным точнее да с классическим он этого не увидит просто и откуда он знает какой там оригинал у вас может оригинал бы был не очень хороший вот так вот ну то есть шаблоны вы знаю веру можете себе сделать под ваши это тоже все будет очень быстро все это делается ну в принципе все чё я все что хотел сказал опять как всегда какие мысли есть пишите в комментариях задавайте вопросы я в принципе постараюсь ответить или в личку мне пишите звонить или в skype звоните ну всегда все можно найти в ю тубе моя цель лишь вам немножко подсказать направить потому что я этим пользуюсь уже большой путь прошел всяких проб ошибок это от опыта особенно кто будет подобными просто вещами заниматься есть разные программы так что все все мои контакты у вас вот на экране в описании к ролику есть подписывайтесь на мои три канала на ю тубе смотрите что интересно ставьте лайк если ролик понравился поделитесь если кому-то будет интересовать когда-то вы вспомните эта тема знать знаете где найти все эти ролики собираю в плейлисте блок христианин там я муж как переназову еще не знаю но вы найдете на лайвина такой плейлист христианский блок ну все до встречи в следующем ролике пока пока